Мы заговорили о питании, понятное дело, что в туре следить за питанием не очень получается. Как вы этот вопрос решали? Потому что вечно какие-то перекусы, неправильное питание, какие-то булочки, конфеты. Отразилось на фигуре? Я скажу так, что перед туром я занималась с тренером, и у меня такие уже были силовые нагрузки, и танцы параллельно еще, и она мне давала программу по питанию, я это все соблюдала. Конечно, она мне давала такие напутственные слова, что Оля в туре, ты должна делать все то же самое, и точно так же пытаться. Да, понятно. Я была очень послушная и правильная перед туром, но потом, конечно, это сложно, потому что постоянно разное время. То есть, когда-то ты встал в 6 утра, когда-то чуть позже, когда-то дорога занимает ночью, время, когда-то это утром. Это очень сложно, действительно, придерживаться этого графика какого-то правильного. Я старалась делать какие-то минимальные хотя бы упражнения, зарядку утром. Честно, старалась, не всегда это получалось. По питанию тоже, ну как себе можно отказывать? То есть, тебе же нужно выйти счастливым для людей спеть. Ну как ты, а ты конфеты мне съел перед этим, и как-то... Мне кажется, нужно все равно чуть-чуть себе позволять эти... Потому что непривычные нагрузки, ну непривычные, это все каждый день давать концерт, каждый день, тысячи людей тебя видят. То есть, тебе нужно обмениваться с ними счастьем. Поэтому, ну не было чуть-чуть, да, графика, ничего. Сейчас мы вернем этот график после тура. Говорит одна знакомая, у ребенка должна быть счастливая мать. Вот это точно. Поедай очередную конфету. Да. Да. Есть ли у вас какие-то запреты по поводу гаджетов? Ну, понятное дело, что годик еще не так это все заметно, но тем не менее, мне кажется, что они чуть ли не с люльки уже с телефонами там эти дети, да? Есть ли какие-то запреты у вас на мультики, на гаджеты дома? Ну, я стараюсь, конечно, поменьше давать телефон, но почему у детей, откуда у них вот эта тяга к планшетам, к телефонам, я не знаю, откуда. Вот будет лежать 10 игрушек самых разных, и рядом телефон, что она выберет, непонятно, телефон. Но я стараюсь просто даже не показывать пока что, да, телефоны. Ну, почему-то, мне кажется, что чем позже она это поймет, тем лучше будет. Просто вот не давать, не показывать. Кстати, многие певицы, когда вот появляются детки, пишут колыбельные своим деткам, поют колыбельные. У вас появилась ваша авторская колыбельная для малышки? Колыбельная нет, ну, так скажем, такая настоящая колыбельная. Но у нас же появилась песня «Солнце», и я думаю, что многие слышали ее. Это напрямую касается моей дочери. Я ее записывала еще, когда была беременна, уже на девятом месяце. И это прекрасная песня. Я всем рекомендую ее послушать, у кого есть детки. Она всех затрагивает прям до слез. Поэтому эта песня посвящена именно моей доченьке Ярославе. Есть такой вопрос. Многие артисты, когда у них появляются дети, стараются пару лет их вообще не показывать. Вы же выкладываете фото в Инстаграме, а также сняли дочь Ярославу с мужем в клипе. Вы, наверное, не суеверный человек. Нет, я не суеверный, но я верующий человек. Я верю в то, что… Я верю в добро и любовь. И я знаю, что это намного больше, намного сильнее, чем какое-то зло, негатив. Понятно, что у людей есть, может, какие-то мысли, но намного больше добра. И я знаю, что это самая большая защита. Самая большая защита – это моя любовь. И поэтому я не боюсь. А чья идея вообще была снять и мужа, и дочь в клипе? Режиссерская или ваш задор? Моя, да. Режиссер очень обрадовалась, когда я ей предложила. Наша Катя Царик, она сказала, что это очень хорошо, потому что многие же не хотят показывать и правильно делают. То есть у каждого свое мнение. То есть если люди не хотят, это хорошо. Ну, понятно, что они так защищают свою малышку. Мы тоже не показывали до первых полугодика. Я раз лапсу спрашивала, мне так хочется выставить фото с ними, мне так хочется ее всем показать. То есть он гордится, он ее любит очень сильно. Мы дождались полугодика и все. Потом сняли клип. Он, конечно, вызывает самые положительные эмоции у людей. И даже вот мы ездили в тур, и на экранах, сзади у нас есть экраны, виджейнг. Когда я пою эту песню, сзади показывают клип. Многие же не видели еще все-таки. И я вижу все-таки эту эмоцию, когда Ярослава появляется, все так прям замирает. Как-то видно вот все. Оживает все. Энергия такая просыпается в зале благодаря ей. Съемки клипа, это хоть и маленькое, но кино. И процесс съемок, он достаточно утомителен. Как Ярослава перенесла съемки и Ярослав? Да, Ярослав вообще, он очень такое, относится к съемкам, несмотря на то, что он публичный человек, но он не любит камеры, не любит давать интервью, и не любит сниматься. Я же вообще кардинальная противоположность. То есть я люблю камеры, люблю съемки, люблю все, что происходит. Это какая-то особая атмосфера, какая-то магическая такая. Я люблю. А Ярослав не очень. Но он с удовольствием согласился сниматься в этом клипе. Ну, на самом деле, там не сильно была сложная у него роль в конце, для тех, кто видел. Но, тем не менее, он герой. То, что он выдержал. Я просто знаю, как он к этому относится. То есть даже там фотосессия, он там через пять минут может спросить, все, мы уже... Хватит. Да, хватит. Вот. И здесь, конечно, он молодец. Насчет Ярослава тоже, это такой был непредсказуемый, конечно, момент. И режиссеры все говорили, что это маленький ребенок, ну что? Ну, она тут, тут у нее настроение поменялось. Тут уже... Заклакала, тут побежала, тут ухватилось что-то. Да, тут ухватилось, тут еще что-то. То есть, во-первых, незнакомая обстановка. Во-вторых, куча людей новых, незнакомых. Съемочная группа, камеры, свет. Ну, то есть, как ребенок отреагирует, я тоже очень переживала. Поэтому мы снимали это в самом начале дня, да, чтобы уже... Ну, это был самый важный момент. И я так скажу, может быть, у Ярославы, конечно, есть эти артистические задатки, какие-то в крови все-таки там что-то присутствует. То, что она вообще просто как настоящая артистка, актриса, на все прекрасно реагировала. И, в общем, не заплакала ни разу. Смотрела в камеру, играла, улыбалась. Она была такая нежная, такая милая. Ну, в общем, просто профессионально исполнила свою роль. Молодец, доченька. У вас, кстати, не возникало желание все-таки оставить на какое-то время работу в шоу-бизнесе и погрузиться в этот процесс материнства? Ну, как возникало, я так и погрузилась первые три месяца. Три месяца. Да, три месяца. Не маловато? Ну, может быть, конечно, и маловато. Ну, и также, ну, беременность, понятно. Я вообще расслабилась, там, после шестого месяца я уже, мне хотелось просто отдыхать. Вот. И на первые три, даже больше четыре месяца, то есть я полностью посвящала себя ей. И даже у нас еще няни тогда не было. Вот. Ну, вот так. Потом... А потом просто стало, ну, захотелось, стало скучно, хочется себе реализоваться. Я так и планировала себе, да, что я, то есть, побуду в декрете месяца три, четыре, и выйду опять, буду идти дальше по своему пути, раз я уже встала на эту дорожку. Тут долго нельзя делать перерывы или паузу. Вот. Поэтому я с удовольствием вернулась и с новыми силами, новым вдохновением. Малышка очень вдохновляет на то, чтобы идти дальше. Но я не могу сказать, что я вот как-то не чувствую, что у меня мало времени для материнства. В туре, да, в туре это было особое. То есть, мне было очень сложно, и особенно сложно было уезжать. Когда ты проходит два дня, ты два дня дома побыл, а тебе опять нужно сумку собирать, опять нужно ехать. Вот это было сложно. Ее просто отпускать с рук не хотелось. Это до слез, и это было очень сложно. Но, когда я дома, я настолько счастлива, и мы с ней проводим это время. Ну, это вообще... Она меня уже целует, она уже мама говорит, она уже тянется ко мне, она уже вот это все понимает. Еще в 9 месяцев даже она этого не понимала, и я могла уйти, она даже могла не заметить, дальше играться, продолжать. Сейчас она уже замечает, плачет, если я ухожу, то есть мы как-то отвлекающими маневрами, чтобы она не заплатила. Мама в телевизоре узнает маму? Ну, нет еще. Пока еще не понимает. Ну, да. Она может кричать, вот, футбол идет, она уже папа, папа. А, папу. Да, то есть, как-то у нее ассоциация уже, папа, папа. Вот. А так, я могу сказать, что я очень рада, что вот какой-то правильный был момент, вот эти 9 месяцев, когда она еще только начинала понимать, да. Но она еще до конца не осознавала, что мама уезжает, то есть она с удовольствием находилась с бабушкой, с няней. Вот. Сейчас бы, мне кажется, это было бы как раз сложнее. Да, поэтому все вовремя. Тур сейчас уже подошел к концу. Какие у вас планы на ближайшее, дальнейшее будущее? У нас же концерты сейчас. Расскажите. В Палации Украина. 11, 12, 13 апреля. Вчера был первый наш концерт. Это незабываемые эмоции, потому что, конечно, ну, мы уже такие сильные, заряженные. Мы уже прошли 34 города, уверены, уже программу мы обкатали, поэтому приходите все на концерт, если еще есть билет, потому что вчера был полный аншлаг. Сегодня концерт также вечером, и завтра еще концерт. У вас еще есть возможность. Это незабываемые эмоции. Все, кто приходят, уходят такими впечатлившимися, вдохновленными, счастливыми. Это самое главное для нас. Вот с Ирой мы очень рады, когда люди счастливы, люди заряжаются этим теплом. Мы его с удовольствием отдаем, с удовольствием делимся. Очень-очень красивый концерт. Вчера был это... То есть масштаб, он отличается все равно от маленьких городов, потому что огромная сцена, добавилось еще свет, добавились еще экраны. То есть это, ну, это красиво очень. Музыкально все, в принципе, то же самое, но вот вчера мы выступали еще с плюс четыре бэк-вокалиста, то есть они дополняли. Это так красиво, очень хорошо. Поэтому, кто еще не купил билет, приходите. Ну, а вот сейчас тоже закончится, завтра еще последний концерт, крайний концерт. Может, отдохнуть, полетите куда-то, выдохнуть немножко. Да, я думаю, что вот мы сейчас как раз решаем этот вопрос, чтобы можно было куда-то и с малышкой поехать, где-то отдохнуть, потому что действительно это нужно. Столько пройдено. А творческие планы Ольги Ракицкой, как сольной певицы, что-то у вас уже есть какие-то? Да, у нас мы сейчас вот ищем новые песни, у нас уже есть новые песни. Мы сейчас вот после концертов, я пару дней дома отдохну и поеду на студию записывать песню. Поэтому ждите, скоро будут очень красивые песни новые, у нас будет много времени для того, чтобы их записать, сделать. Также я планирую свой сольный концерт, еще решается дата, еще решается дата. Так что, ну, ждите, обязательно будет. Я очень этого жду, потому что уже все по-другому. Уже я с таким опытом, багажом после тура, я столько всего поняла, столько научилась, столько всего увидела, открыла для себя нового. И очень хочу быстрее поделиться со своими людьми. Такой вопрос. Если 4 апреля был Международный день покровителя интернета. Интересно, много ли времени вы проводите в интернете, в социальных сетях? Есть ли у вас зависимость от интернета? Я стараюсь, конечно, поменьше проводить времени. Бывает, что затягивает, инстаграм, там, не знаю, все соцсети. Но у меня просто не хватает времени, чтобы еще и в интернет, да, то есть, мне просто жалко времени для того, чтобы его там убивать, честно. Но бывает такое, конечно, бывает, когда уже все, все легли спать. Ярославу я тоже уложила, и все такая тишина, спокойствие. И ты такой думаешь, что сделать, конечно. Почитать комментарии. Читаете комментарии, кстати? На картерах не реагируете? Я стараюсь комментарии не читать. Нет, ну на своей странице понятно, что я общаюсь даже, я отвечаю многим. Я люблю отвечать людям. Стараюсь даже на приватные сообщения. Не всегда бывает, что, не всегда, бывает уже не актуально. Смотрю, уже сообщение пришло неделю назад, поэтому могу уже не ответить. Так общаюсь. Ну, таких на каких-то сайтах, которые, ну, не моя личная страница, а где-то, да. То есть, я там стараюсь не читать, потому что очень много разных, это всегда будет, и у всех, у артистов это всех касается. Для меня лучше, чтобы у меня было спокойное состояние. А за новостями вы следите, например, международные отношения, спорт, шоу-бизнес, что вас больше всего интересует? Можете зайти там на какой-то сайт, почитать именно новости? Могу, даже спортивные новости я могу почитать. Я очень люблю сайт Телекон, например, зайти там, что-то узнать новенькое, интересное. Какие-то новости. В политику вообще стараюсь не лезть, лучше себе не загружать мозг. Вот. Я такое люблю. Кино, музыка, то есть, какие-то новые, у кого клип, новый вышел песня, что там, какие-то интересные, шоу. Такое очень люблю читать. Спасибо вам за ваши ответы, за ваше время, завершающее слово для поклонников. Спасибо огромное тем, кто сегодня был с нами, кто нас слушал. И спасибо за ваши вопросы. Что я хочу пожелать? Хочу пожелать много любви, много счастья, добра. И пускай ваши все мечты обязательно, обязательно исполняются. Это очень важно. Мечтайте. И пусть у вас все будет хорошо. У вас и вашей семьи. Всем счастливо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok